Дорожная сумка Мы бы не поверили, может быть что-то бы и посомневались Используя известные пенсионерам имена, лжемедик из Барнаула обманывала пожилых людей в разных городах Алтайского края Она представлялась социальным работником, которому дано распоряжение распродать очень редкий медицинский прибор В качестве чудодейственного аппарата от всех болезней за 6 тысяч рублей мошенница предлагала старикам брелок Только в Олейске она помогла избавиться от денег пяти старушкам Посетила еще Камень на Аби и даже Славгород Сейчас расследование уголовного отдела завершено С учетом того, что женщину уже осуждали за подобное преступление на условный срок Сейчас ей вряд ли удастся уйти от переезда за колючую проволоку Все дело в сумке, дорожной Сотрудники наркоконтроля очень заинтересовались ее строением Оказалось неспроста Основу саквояжа житель Узбекистана соорудил самостоятельно из полых пластиковых панелей Сделал это Кулибин, чтобы спрятать в них героин Но алтайские пограничники и сотрудники наркоконтроля не лыком шиты Перевозчика героина вычислили и задержали в Кулунде Тайник разобрали по кирпичикам, точнее на щепки И с помощью молотка, а также других стучательно-проникательных инструментов Извлекли более килограмма опасного порошка Дело было еще в июне, а сейчас изобретательного Узбека осудили на 11 лет колонии строгого режима После драки кулаками не машут, после драки возбуждают уголовное дело В Заринске посиделки в кафе плавно перетекли в выяснение отношений Размяться захотелось едва ли не всем посетителям пятийного заведения Естественная реакция администрации вызвать полицию Сотрудники ППС приехали, правда зачем-то прихватили с собой Или он сам вызвался на подмогу инспектора ДПС В общем, лицо добровольца, вероятно, не понравилось одному из участников потасовки А может он просто узнал гаишника, недавно выписавшего ему штраф Так или иначе, но на голову инспектора прилетел удар А поскольку человек был в форме, то в отношении его обидчика возбудили уголовное дело Обстоятельства которого сейчас выясняют в Следственном комитете За данное преступление в Уголовном кодексе Российской Федерации Предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы История, которая потрясла не только жителей Алтайского края, но и всей России В Барнауле 29-летний инвалид в лютый мороз провел 12 часов на автобусной остановке Он обморозил себе кисти рук и теперь его ждет ампутация пальцев Напомним, как это случилось и расскажем, что происходит сейчас Около трех часов дня на автобусной остановке многолюдно Здесь же стояли Татьяна Седухинская и ее сын Виталий Молодой человек хоть и выглядит как взрослый, но его умственное развитие как у маленького мальчика Парень инвалид детства Ехать ему с мамой предстояло две остановки Поэтому для перемещения им подходил практически любой маршрут Я, как говорится, глазами вниз, с росточкой, пока дошает дверь, дверь передо мной захлапывается и рванул на всех парусах Что я даже не то, что номер цвета автобуса не разглядела Поворачивалась Виталия Виталия, у меня женщина на остановке, он уехал Женщина утверждает, что тут же позвонила в полицию Попросила помочь найти, в том числе и с помощью автобусных диспетчерских Но время шло, мороз крепчал, на улице темнело, а известия о сыне не было Парня нашли в 3.40 утра на конечной остановке, где он, вероятно, и вышел 12 часов назад Если бы, как обычно, Зайцев на второй остановке высаживают здоровых Он, если бы его на второй остановке высадили, это была уже наша остановка Дома Союзов Он бы пришел домой от остановки, свое на дорогу знает Он бы пришел А его прокатили до конца, как щенка выкинули И все, одно, что незнакомый район, а другой начал быстро темнять, ночь Я представляю его состояние Говорю, я больше чем уверена, когда он вышел и кричал, где мама Парню вскоре ампутируют пальцы рук Сейчас неравнодушные люди через Всероссийский детский фонд собирают деньги ему на сиделку Памперсы и пеленки, необходимые после операции А полиция тем временем пытается выяснить все обстоятельства произошедшего Поскольку водитель и кондуктор предполагаемого автобуса Говорят, что не заметили необелеченного молодого человека в транспорте Сотрудники полиции обращаются к пассажирам автобуса, в котором находился потерпевший С просьбой для установления более подробной картины произошедшего Сообщить информацию по телефону 430202 А вот следственный комитет проверяет сотрудников полиции И выясняет, насколько ответственно и оперативно они подошли к поиску пропавшего инвалида Жаль, что людской равнодушие в наше время скорее норма, чем исключение из правил Хотя, на мой взгляд, зима самое время отогреть свои сердца и подарить тепло окружающим Как, например, сделал это водитель трамвая Водитель автомобиля, вероятно, очень спешил и решил сократить свой путь по рельсам Но далеко уехать не получилось, застрял, на выручку пришел трамвай Вместо того, чтобы проучить и тяжелая сам переехать легковушку Многотонник показал цирковой номер, задний ход трамвая Впечатляют упорство водителя автомобиля На следующем видео он доказал, что ездит на внедорожнике Как бульдозер по полуметровым сугробам проехал Собрал снег и расчистил путь для объезда аварии Вот вам и взаимовыручка, хоть и с налетом эгоизма Вряд ли участник следующего видео намеревался почистить улицу от снега Но волей случая тоже оказался в роли уборочной техники Не повезло пассажирам этой машины в холодное время года По условиям перевозки она превратилась почти в мотоцикл Заднее стекло без видимых причин лопнуло, вероятно, от перепада температур Поменьше вам неприятных неожиданностей Тем более в канун Нового года Берегите себя, увидимся в следующую среду Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»